Приветствую тебя на моем канале! Сегодня у нас на обзоре новый Wi-Fi роутер TP-Link среднего класса. Я тщательно изучил его особенности и функциональные возможности, а также опробовал в различных условиях использования. Поговорим о его преимуществах и недостатках, а также сравним с другими моделями в этом ценовом диапазоне. Готовься, будет интересно! Поговорим о внешнем виде и размерах этого Wi-Fi роутера. Модель компактная и имеет размеры 230х144х35 мм, что позволяет легко разместить ее даже в ограниченном пространстве. Она выполнена в приятном дизайне, который гармонично впишется в интерьер любой квартиры или офиса. Не забудь также заглянуть в описание под видео, там я оставил для тебя ссылки на проверенные магазины, а также специальный скидочный промокод, который позволит тебе совершить покупку с максимальной выгодой. Давайте подробнее рассмотрим особенности этого Wi-Fi роутера, который оказался довольно мощным устройством. Он поддерживает современный стандарт Wi-Fi 802.11ac, обеспечивает пропускную способность до 1,2 Гбит в секунду, до 867 Мбит в секунду на частоте 5 ГГц и до 300 Мбит в секунду на частоте 2,4 ГГц. Это означает высокую скорость интернет-соединения для твоих потребностей. Роутер оснащен одним гигабитным портом WAN и четырьмя гигабитными портами LAN, что идеально подходит для подключения нескольких устройств. Кроме того, поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6, что обеспечивает совместимость с последними стандартами интернет-протоколов. Устройство также оборудовано четырьмя внешними и одной встроенной антенной, что гарантирует стабильное соединение и оптимальное покрытие сети во всем доме или офисе. С помощью приложения TP-Link Tether управление сетью становится необычайно простым и удобным. Интересная функция MUMIMA позволяет удвоить производительность роутера, передавая данные двум устройствам одновременно. Также роутер поддерживает режим точки доступа и OneMesh, что позволяет использовать усилитель OneMesh для создания единого покрытия без потери сигнала при перемещении по дому. Это решение идеально для больших пространств, где требуется стабильное и постоянное интернет-соединение. Перейдем к разделу отзывов, где я внимательно изучил мнение владельцев и сформировал список основных преимуществ и недостатков данной модели. Недостатки. Долгая перезагрузка. Маркий корпус. Крупный размер. Короткие патч-корды в комплекте. Преимущества. Гостевая сеть. Управление со смартфона. Поддержка IPv6. Гигабитные порты. Приоритизация устройств. Поддержка VPN. Расписание доступа к сайтам. Отключение индикаторов по расписанию. Автоматическая перезагрузка по расписанию. На этом наш обзор подходит к концу. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь полезные ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Также приглашаю тебя поделиться своим мнением о этом роутере в комментариях. Если тебе интересны такие обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Жду тебя в новых видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok